Итак, приветствую друзья и гости канала. Мы сейчас с вами едем не куда-нибудь, а едем в Адлер. Нас опять подперли, всевозможные подпердыши. Давайте мы сейчас с вами потихонечку выедем. Задолбали мне эти подпердыши, если честно. Ну, серьезно, задолбали. И сейчас мы с вами пройдем в сторону Адлера и попробуем поговорить, пообщаться по поводу того, что происходит с недвижимостью в Сочи. Что происходит с недвижимостью в Сочи, да? Многих из вас это интересует, меня тоже интересует. Ну, смотрите, у нас сейчас август месяц начался. Август месяц это последний месяц, когда, по идее, недвижимость плохо продается не только в Сочи, но и в любом другом городе России. Потому что сейчас поступление в институты, сейчас то, сейчас отдых. В общем, сейчас приоритеты немножечко другие у людей. Обычно осенью возвращается. Даже сейчас прокаты есть, люди смотрят. Ну, всегда возвращается осенью. Это даже сколько... У нас люди-то есть, мы с ними работаем, да? Показываем. Сейчас тоже поедем мы с вами на прокат. Попробуем с вами посмотреть те самые дома, какие можно купить. Если, знаете, если лет 7 назад бюджетные дома считалось от 5 до 8 миллионов, это считалось прямо самый низ рынка и особо там сильно не разгонишься, то сейчас ситуация немножечко другая. То бюджетные варианты домов сейчас считаются от 20 миллионов рублей, если это черновые, до 35. Ну, как бы так. Ну, это суровая, суровая правда жизни. Поэтому цены, конечно, поднялись. Я не уверен, что у всех зарплата так сильно выросла. Но факт остается фактом. Как бы цены поднялись, но при этом, как бы, зарплата, наверное, оставляет же от лучшего. Я скажу так, у нас и коммуналка возросла. Даже в жилом комплексе «Остров мечты», в котором я живу, до поры до времени у нас была коммуналка 33 рубля с квадратного метра, то сейчас уже у нас коммуналка немножечко другая. У нас уже коммуналка выросла до, не знаю там, ну, например, в «Остров мечты» 39 рублей. Если, например, раньше, когда ты продавал недвижимость, и там коммуналка 35-40 рублей тоже считалось очень много, да, с квадратного метра, то сейчас это 50 рублей с квадратного метра, это считается прям за норму. Есть, конечно же, немножко другие варианты, такие, как, например, «Сочи парк» 77 рублей, такие, как, например, жилой комплекс «Алея парк» там 95 рублей. Есть у нас апартаменты, где по 200 рублей, по 250 рублей стоит обслуживание. Это уже считается как бы за норму. Но, опять же, я сомневаюсь, что вот за это время, да, вот коммуналка, где, например, у нас сейчас 100 рублей, да, стоит, она не всегда, ну, как бы не превышала там даже 30 рублей, да, как «Алея парк». Да, аналогичные объекты 30 рублей было не больше. Соответственно, три раза коммуналка поднялась, но это не значит, что у всех у вас зарплата за эти, не знаю, там, пускай там за эти 5 лет, 6 лет, что зарплата у вас тоже поднялась пропорционально, да, зарплата поднялась в три раза. Во всяком случае, у моих родителей пенсия, ну, не увеличилась вот на, именно вот на, вот настолько. Теперь, что касается, почему выгоднее всего покупать недвижимость летом. Ну, потому что летом это не сезон, все прекрасно понимают. Все обычно, знаете, как бы, когда приезжают отдыхать и понимают, что в мае месяце, например, они там снимали на «Мамайке» студию, например, за 4 тысячи рублей, а сейчас они такую же студию снимают за 6 тысяч или за 7 тысяч. И они, как бы, думают, что то же самое примерно с недвижимостью, что если, например, в мае месяце, там, например, недвижимость стоит, например, там 10 миллионов рублей, то сейчас эта недвижимость даже стоит 13 миллионов рублей летом. Нет, вот в точности до наоборот. Если, например, мы возьмем с вами именно аренду, то летом, конечно же, аренда выше, да, и тем более у Сочи, у города, нет как таковой конкуренции, да, по одной простой причине, потому что, сами прекрасно понимаете, ну, как бы, наверное, сейчас единственный курорт у нас, единственный курорт в Краснодарском крае и там на Черноморском побережье, куда вы можете долететь спокойно и на самолете, и хорошая логистика у нас в том числе, там, иногда на поезде, на машине, может быть, сложнее, чем, например, доехать до Геленджика, хотя вот моя дочка ездила в Геленджик, она говорит, что, по большому счету, в Геленджик тоже дорога не такая радужная, хотелось бы, может быть, там, серпантина и меньше, но именно если мы возьмем с вами саму дорогу, да, там, и пробок, и всего остального гораздо больше. Соответственно, исходя из этого, все прекрасно понимают, что в Сочи на данном этапе идет борьба, так называемая, самостроями, хотя я не знаю, как это борьба, не знаю, как это правильно сформулировать, я бы, наверное, скорее всего сказал бы, это просто беспредел творится, но, опять же, да, мы всегда слышим про Сочи, потому что в Сочи больше людей нормальных, адекватных интересуется, но если мы возьмем с вами и загуглим, то у нас и Краснодар, у нас и Ставрополь, у нас и Геленджик, и Анапа, и всевозможные тоже везде у нас происходит непонятная, непонятная дичь, вот именно, ну, то, что связано, извиняюсь, то, что связано непосредственно с той самой недвижимостью, потому что тоже, я смотрел там видео и по Анапе, где заставляют гостевые дома переводить в нежилые, делать те самые мини-гостиницы, потому что понятие гостевой дом, это понятие наше, да, такое, в обиходе, да, есть такое понятие, как гостевой дом, на самом деле, если возьмем с вами с юридической стороны, гостевого дома нет такого понятия, есть понятие, например, гостиницы, отели и так далее, соответственно, чтобы ты мог законно заниматься сдачей своих комнат в своем доме, ты должен дом перевести в нежилое, а если дом переводишь в нежилое, соответственно, что у тебя получается, у тебя пропадает твоя прописка и тому подобное, ну и, конечно же, все хотят, чтобы все начинали работать законно. Знаете, самое интересное, что в Сочи, наверное, нет ни одного таксиста, кто работает в Яндекс.Такси, который бы работал бы незаконно. Все нас оформлены как самозанятые в основном, и если, например, ты не оформлен как самозанятый, то с тебя, ну, просто-напросто снимается, короче, тебе раздачка такой не будет, у тебя и приоритет у тебя теряется, и все остальное, ну, тяжело работать, как бы, ну, неофициально. Например, мой друг платит налоги, я тоже проводил эксперименты в такси, тоже снимают, поэтому, конечно же, и с арендой квартир то же самое. Но есть определенный момент, как знаете, вот, например, есть такие моменты, что, например, вот пять лет назад ты мог в Сочи, например, у тебя есть, например, машина, да, серебристого цвета, к примеру, Киэрио, ты мог взять спокойно и машину поставить, например, на Яндекс, например, к какому-нибудь агрегатору, и ты мог спокойно, соответственно, начинать работать, да, такое раньше было. Сейчас же, конечно же, все стало по-другому, сейчас ужесточили, ты, мало того, что у тебя машина должна быть либо желтого, либо белого цвета, я говорю пока только для Сочи, потому что не всех регионов-то коснулось, и, соответственно, ты должен изначально получить лицензию, ты должен получать те самые путевые листы и тому подобное, ну, все как положено. Опять же, ты должен стать самозанятым, тебе, да, для раскачки месяц дается попробовать, и ты можешь работать, так скажем, без, ну, без налогов и так далее, без отчислений, да, но потом все равно тебя Яндекс заставит. Ну, и, соответственно, даже если, например, у тебя на машине, например, цвет фигурирует белый перламутр, тебе нужно пойти в ГАИ, и чтобы у тебя машина просто в ПТС звучал не белый перламутр, а белый, потому что даже белый перламутр в Яндекс уже не проходит. Например, брату пришлось на RAV4 прийти в ГАИ, и чтобы ему сделали запись в ПТС, что у него машина белая, а не белый перламутр, потому что он не мог поставить ту же самую машину, ну, в такси. Теперь, что касается тех же самых вот квартир, да, под сдачу, тоже прекрасно понимают, что 80% квартир, которые сдаются, они сдаются, мягко говоря, не официально, без налогов, без ничего, и вот сейчас уже те самые соседи, как обычно, которые стучат и так далее, соответственно, хочешь не хочешь, и люди хотя бы как самозанятые оформляются, ну, и, соответственно, могут уже, ну, показывать, да. Есть, конечно, ограничения, что, например, та же самая, да, как бы самозанятые, ты можешь не больше, чем 2 миллиона 400 за год, это, соответственно, без малого должно быть не больше, чем, получается, 200 тысяч рублей в месяц должен быть доход, но, например, некоторые у нас владеют и двумя, и тремя квартирами, и там, конечно же, доход может переваливать за 2 миллиона 400, потому что, например, вот я смотрел, есть один проблемный дом на Виноградной, да, как бы он там вилами по воде писан, да, как бы о его законности, но в то же время там, например, сдается и эта квартира, которая, ну, в розницу стоит 10 миллионов рублей, она приносит 1 миллион 200, представляете, есть такие две квартиры, то уже, да, 2-4 миллиона в год она уже приносит. Соответственно, чтобы было легче это все контролировать, да, конечно же, сейчас появились очень много апартаментов, и настаивают, чтобы перевод был в нежилое. Если мы возьмем с вами любую другую страну, то по суточному вы можете снять только апартаменты, это без разницы, что будет Таиланд, это будет Турция и так далее, а если, например, квартиру, то вы только можете снять долгосрочно. Конечно же, есть везде лазейки, все пытаются когда-то что-то придумать, но сейчас все больше и больше компаний, которые предпочитают работать в белую, благо там 4% это не такие большие, не знаю, затраты, либо там ИП там под 7%, пускай там 6-7% и так далее, предпочитают переходить в белую, потому что, ну, сами понимаете, у нас идет специальная военная операция, все коммуникации с внешним миром у нас, мягко говоря, разорваны, и поэтому, чтобы как-то экономику поддерживать, чтобы хоть как-то можно было откуда-то там, не знаю, там спонсировать ту самую специальную военную операцию, соответственно, начинает жестко доить изнутри тот самый народ, который находится, да, это, соответственно, ужесточились требования и к такси ужесточились, да, это, по основной стороне, да, правильно, соответственно, и к аренде, и все, и почему сейчас так строится много апартаментов именно нежилое, потому что прекрасно понимают, что если вдруг цель стоит, да, точнее, задача стоит, мягко говоря, сделать что-то такое, ну, именно под аренду, конечно же, лучше брать изначально апартаменты. Опять, почему сейчас строится очень много апартаментов в Сочи? Ну, потому что, когда строишь апартаменты, это нежилое, на тебя не распространяется та самая социальная нагрузка, и не факт, что там люди живут, там, например, в тех апартаментах, так же, как и в Москве, то же самое взять, там, Москва-Сити, там, все апартаменты, люди там живут, притом имеют какую-нибудь там квартиру, какую-нибудь там в Хрущевке для прописки, а сами проживают в хороших, комфортных апартаментах. В Сочи такая же тенденция, и, конечно же, застройщики-то прекрасно понимают, что сейчас апартаментов у нас никто не боится, тем более звучит это очень круто, апартаменты. На самом деле апартаменты-то не что иное, как нежилое помещение. Если мы берем с вами квартиру, это жилое, а апартаменты нежилое. Когда ты строишь жилое, да, например, тот самый квартирник, на тебя ложится та самая социальная нагрузка, ты должен сделать школу, ты должен сделать детский сад, ты должен сделать места общего пользования, ты должен сделать тот самый променад и так далее, да, например, вот светский лес, да, их вообще жестко нагрузили. Или, например, возьмем с вами чайные холмы, их тоже жестко нагрузили. Или возьмем с вами тот же самый, например, жилой комплекс Сочи-парк, их тоже жестко нагрузили. Или тот же самый флора, летний и так далее. Поэтому большинству застройщиков сейчас выгодно строить именно нежилые апартаменты, потому что, по большому счету, они продаются так же дорого и даже дороже, чем квартиры, это раз. Второе, как бы получается, воронка гораздо больше, да, с учетом того, что вот это сейчас давление вот такое, в связи с тем, что создача с аренды начинает и так далее. Я говорю, вот еще не пройдет даже и двух лет, очень жестко будет, замучайтесь, квартиру посуточно сдавать, просто замучайтесь, кому-то своим, знакомым и так далее. И все равно найдутся те самые соседи, которые все равно настучат, узнают, что там у тебя ведется какая-то предпринимательская деятельность, понимаете. От этого никуда не денешься, мы к этому идем, мы к этому двигаемся, и при том двигаются сейчас все довольно-таки жестко, те же самые гостевые дома. Их не обязывают сносить, да, если там нет никаких нарушений, нет никаких, например, нарушений отступов и так далее. Их, ну, не сносят, но их заставляют привести в божеский вид, это, соответственно, привести в нежилое помещение. Соответственно, а раз это нежилое, это бизнес, соответственно, те же самые гостевые дома начинают у нас насиловать. Все, кто только хочет насиловать, это и пожарные, это и санкт-инстанции, это у нас и Роспотребнадзор, и все, какие только возможны контролирующие органы. Каждый хочет, ну, с этого кусочка твоего бизнеса тебя хотят, ну, немножко, да, запоиметь. Такое тоже есть, поэтому имейте это в виду, и, конечно, ничего хорошего, конечно же, нет для тех, кто привык работать в темную, ну, а для тех, кто работает в светлую, для них, конечно же, все это хорошо, прекрасно и замечательно. Я думаю, что 4% можно отдать и сдавать спокойно на законных основаниях и тому подобное. Вот, кстати, вот в Яндексе даже все сделано на автоматически, все там тебя, ну, хотя я тоже с Тиньковым работаю, и тоже у меня есть ИП, тоже там все нормально, все хорошо, все реализовано. Ну, вот, как бы так. Теперь, что касается в целом, да, что у нас дальше все происходит. Ну, ничего хорошего не происходит для простых обычных людей, потому что сейчас такое время, когда богатые становятся еще богаче, бедные еще беднее. Ну, факт остается фактом, что многие люди уже прекрасно понимают, что раз ставку, да, проценты подняли уже до 18%, понимают, что следом за этим, судя по логике, даже если нет никакого образования, но если просто взять, загуглить и посмотреть, даже просто там, не знаю, там, посмотреть экономику за первый курс, притом без разницы, это будет экономика России, это будет экономика, там, какой-то африканской стороны или еще что-нибудь, вы прекрасно понимаете, что за этим, конечно же, идет обесценивание той валюты, которая присутствует, да, в данном регионе. Посмотрите на Турцию, да, в Турции, да, там у них процентные ставки, ипотеки под 40-50%, но есть один момент, например, все-таки, если, например, мы берем с вами ту же самую Турцию, да, то там все равно есть для своих, например, те, которые, именно турки, да, у них там все равно они больше защищены и от строек и от всего остального. Например, если покупает не резидент Турции ту самую стройку, если, не дай бог, она встала, она встанет, там очень много встает тех самых строек, то, конечно же, есть момент, что ты останешься без ничего, тут даже и разговоров не может быть. А вот гражданину Турции все равно какие-то компенсации, что это все будет выплачено. Чего не скажешь про Россию, у нас не защищен никто, и без разницы, объект строится по федеральным законам 214, либо по федеральным законам 215, либо просто совершение строительства, у нас никто ничего не, ну, мягко говоря, никто не застрахован. Само собой, кто скажет, надо брать готовое жилье, тоже не факт, сколько примеров, да, например, дом стоял 10 лет, то никому не был нужен, да, а потом раз, ни с того ни с сего, раз, какие-то проверки пошли и так далее, ни с того ни с сего у тебя дом становится, мягко говоря, в меру законом. Или, например, есть, например, те же самые дома, например, возьмем с вами жилой комплекс, три капитана, да, вроде двух домов все нормально, все хорошо, а у третьего дома что-то, да, не так. И это вот суровая правда жизни, от этого серьезно никуда не денешься. Значит, так, поедем мы с вами так, а то нам предлагают ехать непонятно как, в общем, едем мы с вами. Что касается в целом, да, куда двигается все. Двигаются туда, чтобы все было легально, чтобы все было хорошо, все было прекрасно и все было замечательно. У меня вот есть друг Дмитрий, он сдает квартиры, да, именно квартиры, он говорит, раз-раз и прилетели проверки. Я говорю, а как так? Ну, сами, говорит, люди, говорит, все возмущались, что почему так дорого и там подобное. И, соответственно, по их же наводке, ну, начали ко мне приходить всевозможные это. Ну, и, конечно, приходится теперь все это в белую платить и там подобное. И чеки приходится давать, тем более, благо, сейчас мы живем в 21 веке, у нас можно чеки давать даже с приложения «Мой налог» и так далее. Соответственно, раз нужно налог платить, соответственно, что по логике правильно? У нас, кто сдает в аренду, они не становятся, как бы, они не начинают меньше зарабатывать, начинают меньше, у нас начинают просто на эту сумму быть дороже, например, вот в той же самой, например, ну, например, для того человека, который снимает. Теперь, что касается недвижимости, ну, знаете, если летом еще можно было повыбирать, посадить то самое лучшее и тому подобное, там были и скидки, там были и, там, не знаю, там и рассрочки, то сейчас уже, мягко говоря, это все у нас уходит на задний план, потому что все рассрочки, они прекрасно понимают, что осенью все равно, может быть, не так будет круто, как, например, было 5 лет назад, за счет того, что стоимость, просто огромнейшая стоимость на все, да. Принципиально не двигаюсь, у нас обочины, видите, по обочине все едут, пускай гаичникам говорят, уходят, пускай на обочину и контролируют. Вот я только уступаю пожарной и скорой. Всем остальным структурам, которые должны наводить порядок на дорогах, да, я, например, вот им никак не уступаю. Кстати, сегодня у нас небольшая пробка, обычно у нас пробка гораздо хуже, мотоциклистам, конечно, мы уступим. Не знаю, как вот, которая у нас спереди, с такой маленькой шапки, как это им может помочь, но в целом, конечно, в целом прикольно. Теперь, что касается недвижимости, при всем том, что кто-то, как бы, уверен, что мыльный пузырь, он должен лопнуть и так далее. Со своей стороны, да, у меня 8,5 лет опыта, притом я считаю, наверное, себя одним из самых топовых, да и все меня считают одним из самых топовых риэлторов в прекрасном городе Сочи. Да, и если мы с вами посмотрим, порассуждаем, то вот официально, вот, например, на 18% стало больше. Кто-то мне из моих клиентов, когда в такси мы ехали, говорил, что вот, цены на борту пали, у меня соседка продавала квартиру на Лысой горе за 10 миллионов, а теперь она продает за 8. Я говорю, какая площадь? Так, 30 квадратных метров. Я говорю, какое? Она говорит, ну, ЖП. Я говорю, ну, то, что она построила, ну, поставила 10 миллионов за 30 квадратных метров за ЖП, это ее больная фантазия. То, что она поставила, цены сейчас 8, и по этой квартире судить, что цены откатываются назад, это нет. Надо, наверное, анализировать немножко по другим объектам, которые изначально не были с какими-то завышенными ценами и тому подобным. То есть, все равно, что, знаете, то же самое, что по автомобилям. Почему-то автомобили у нас особо дешевле-то и не стали, как они были, да, как бы дорого, да, эти все автомобили, которые привозят, они дешевле не становятся. Да, есть вариант взять бушный автомобиль, когда у кого-то там приспичило, у кого-то подгорело, такое, конечно же, есть. Но по ним нельзя судить, да, у кого-то там кредиты, у кого-то еще что-нибудь, по-разному есть. Есть разные моменты, но и то особо никто там прям дешево, задарма особо никто не продает, потому что я, когда себе покупал, например, вот данный автомобиль, да, Tiguan, я тоже себе смотрел, может быть, там, какой-нибудь там возьму там в пределах 5 миллионов рублей, там, Audi какой-нибудь там, Q3, Q5, может, там, BMW возьму себе, например, X3. Я ничего такого прям, ну, не нашел живого. Все, которые, цены более-менее нормальные, все более-менее что-то адекватные, когда ты начинаешь чуть больше про этот автомобиль искать информацию, то выясняется, что, как бы, например, например, когда-то модно сейчас привозить всевозможные премиальные автомобили, выкупленные, отремонтированные, с, например, с тех же самых, не знаю, там, американских аукционов и тому подобное. Например, у меня тоже один клиент говорит, вот, вы дорого продаете машину, я посмотрел, дешевле и так далее, и присылает мне ссылку, типа, со мной торговаться. Я говорю, Игорю, и что вы мне прислали? Ну, вот, видите, вот, я говорю, ну, ладно, хорошо, без проблем, говорю. Ну, вот, смотрю, да, машина стоит, например, у меня, я свою машину продаю, например, за 9 миллионов, а здесь 2019 год машину продают за 6600. Ну, и там первое, везен из-за рубежа, и все. И первое, что есть, да, вот, можете тоже прочитать, первый пункт, недостатки, оценка на аукционе автоаварийных автомобилей при пробеге 35 тысяч, а сейчас, получается, эта машина продается с пробегом 36 тысяч. Самое главное, что все это было, да, например, это все было 28 ноября 2022 года. И что вы хотите сказать, что с 2022 года и по сегодняшний момент данный автомобиль прошел только тысячу километров? Ну, сомнительно, да, говорит, вот у вас пробег большой, а там там, да, последний пробег 37. А когда была авария, да, два года назад, получается, пробег был 35-537. Ну, бред же, бред. Ну, вот, как бы, такие автомобили, да, можно купить. То же самое касается, к чему я привожу пример с автомобилями, то же самое я привожу пример и с недвижимостью. Если недвижимость хорошая, законная, кто бы что ни говорил, вот я недавно там показывал хорошую квартирку в шилом комплексе раз за три, она была продана, да. Вторая квартира. И покупают кто? Покупают соседи. Вот эти варианты покупают соседи. Уходят среди своих, потому что люди понимают, что это хороший, безопасный объект. И вот, например, даже в «Остром мечты», да, появилась квартира в 8 квадрат метров. Как бы до вас даже этот обзор даже не дошел. Его купил мне, например, мой друг, да, как бы для своей дочери. Сразу выкупил, потому что прекрасно понимает, что вот жилые комплексы, которые действительно хорошие, безопасные, которые можно покупать, их можно посчитать на пальцах одной руки. Согласны же со мной? Согласна. Поэтому, а не ликвид всевозможный, да, там может быть, да, там, например, там, если мы возьмем с вами, например, да, вот смотрите, моему другу мы 84 квадрат метра продали за 26 миллионов рублей, да. Это 84 квадрат метра. Ну, конечно, если, например, рассматривать 84 квадрат метра, например, в новостройке, в какой-нибудь там, например, если даже несколько объединить, то там ценник будет там около 35-40 миллионов рублей. Притом взяли с хорошим ремонтом, с хорошей техникой, с хорошей мебелью. Сейчас, конечно же, время за вторичным жильем и по большому счету, почему, вот, например, да, вот некоторое жилье можно купить, например, например, в «Остром мечты» недорого. Я когда узнал, почему, да, потому что эта квартира досталась от родителей, потому что люди сами не покупали. Вот если бы они сами купили бы квартиру, то по ней бы продавали по рынку за 45 миллионов, не меньше, 45 миллионов, потому что квартира с видом на море, все как положено. А так, да, но опять же, да, эти варианты, ну, не доходят до простых, обычных людей. Эти варианты покупаются среди вот, среди тех людей, которые находятся здесь сейчас в городе, которые разбираются в недвижимости, которые могут принять решение здесь и сейчас. Буквально там за, не знаю, там, за час. У нас примерно было так, да, в понедельник мы вечером в 7 часов посмотрели, во вторник в 2 часа у нас уже была та самая сделка. Вот как бы так, понимаете? И никак иначе, никак иначе. Вот такая суровая правда жизни. Да, конечно же, есть у нас варианты того, что бывает с срочной продажей, но обычно, если срочная продажа, действительно, как бы цена ниже рынка, то обычно выкупается сами для себя. Обычно, ну, до вас это не дойдет, потому что даже люди, которые приезжают и смотрят недвижимость, да, они, конечно, все равно мониторят, смотрят то же самое Авито, ЦА, мне вот присылают ссылки, там, дома на Красной Поляне за 17 миллионов рублей, там, за 18 миллионов рублей. Ну, это бред же. У меня вот сейчас друг участок покупает 6 соток в Барановке за 13 миллионов. И 13 миллионов, то есть считается хорошая цена, это считается прям классная цена, которая прям действительно ниже рынка и тому подобное, понимаете? Так, по идее, должен быть 17 миллионов. Поэтому вопрос есть, как говорится, ответов очень мало. Сейчас, наверное, тот самый последний месяц остался, когда вы еще можете купить относительно что-то более-менее хорошее. Опять же, это я смотрю даже по коллегам, у нас август месяц всегда раскачивается, в сентябре всегда обычно совсем все хорошо, в октябре просто прекрасно, в ноябре просто замечательно. Потому что и в других городах России чаще всего недвижимость в виде квартиры и тому подобное, она продается осенью, да? Когда там решили свои проблемы, например, с поступлением детей, там, еще что-нибудь, и уже начинают делать размены и так далее. Обычно как происходит продажа недвижимости в Сочи? Летом люди приезжают, они реально все кайфуют, да? Если вдруг ты не остановился в Адлере, если вдруг ты не остановился где-нибудь в Лоо, если ты вдруг не остановился где-нибудь там в Ардане. Но если ты остановился, например, в центре Адлера, либо в центре Сочи, либо, не знаю, там, в Сириусе, в конце концов, ты прям загораешь с этим городом. И, конечно, ты уже начинаешь анализировать, ты смотришь, почем, да? Многие из вас в комментариях пишут, да, там, квартиры сдаются дешево, там, сдаются там за такую-то сумму, такую-то сумму. А по факту получается, когда сами приезжаете, опаньки, и оказывается, раз, и за квартиру почему-то даете по 10 тысяч рублей за сутки. Потом начинаете думать, блин, вот мы сейчас за квартиру за 10 дней отдали 100 тысяч, а может быть, а может быть то, а может быть это и так далее. Вот что вот в Сочи вот плохо, да, вот из-за недвижимости, это вот, например, покупка, например, вот именно под семейную ипотеку. Например, в Санкт-Петербурге и в Москве, да, у тебя суммы фигурируют 12 миллионов. Хотя, как уже говорят все аналитики, в Санкт-Петербурге и в Москве цены ниже, например, чем в Сочи. Но в Сочи почему-то, да, люди не признают, да, у нас, не знаю, может быть, это банки также, которые смотрят ЦИАН и так далее. Они не осознают, что, например, под семейную ипотеку, да, если у вас там 6 миллионов, вы ничего в Сочи купить не сможете. Как бы все, что под семейную ипотеку идет, начинается от 9,5-10 миллионов. И, соответственно, чтобы реализовать ту самую семейную ипотеку, надо как минимум 4 миллиона. А если у человека есть 4 миллиона, то за 4 миллиона, как альтернативу, например, да, вот, например, 18 квадратных метров, да, Сочи парк, например, стоит 10 миллионов, да, черновая. Чтобы купить под семейную ипотеку, нужно сделать 4 миллиона рублей первый взнос, и 6 миллионов останется в эту ипотеку, да, под низкий процент. Но, когда люди начинают анализировать, смотреть канал Максима Коломенецова, они понимают, а зачем нам брать Сочи парк черновую за 4 миллиона рублей, когда Максим предлагает на расстоянии 20 метров купить себе квартиру в 23 квадратных метра за 4 миллиона рублей, и это будет с ремонтом, понимаете? Вот как бы так. И примерно вот так вот все и двигается. Что касается, что касается, вот, например, вот, у меня сейчас тоже вот семейная ипотека, я стал перед выбором, я еще, наверное, месяц подожду, я так думаю, что ничего все равно особо не появится в Сочи. Я скажу так, чтобы реализовать семейную ипотеку по Максиму, по Максиму, мне придется покупать квартиру в Москве. Потому что в Москве ты в студию тоже самое, да, за 12 миллионов рублей, даже, да, даже одна комната квартира, ты в стройке взять можешь. И, конечно же, я хочу по Максиму использовать материнский капитал, и пускай она будет там, да, мне сейчас она без надобности, пускай будет. Ну, и это мое решение, я считаю, что семейная ипотека, вот, в моем случае, да, когда у меня есть жилье, когда у меня родители есть жилье, у дочки есть жилье, да, как бы у всех все есть. Я думаю, что мне проще вот эти 12 миллионов реализовать по такой низкий процент, да. Ну, смотрите, если мы возьмем с вами обычную процентную ставку, это сейчас у нас идет ипотека 20%, а здесь получается 5,5%, да. По сути, получается, ну, почти в 4 раза, 4 раза ты, как бы, дешевле. Поэтому, конечно же, хочется реализовать по максимуму, не просто там 6 миллионов, да, а именно 12. Поэтому придется мне все-таки ехать в Москву и в Москве покупать ту самую ипотеку, чтобы, потому что, видите, ипотечные деньги, они самые дешевые. Но, опять же, если бы, например, у меня не было бы недвижимости в Сочи, или, например, у дочки бы не было недвижимости в Сочи, то я бы, наверное, как бы, тоже все-таки залез в ту самую веселую авантюру. Не так давно я показывал вам классные варианты, которые могли взять за 6 миллионов рублей в Каньоне 2, при том под семейную ипотеку, но, ну, многие из вас этот шанс упустили. Вот как бы так. По поводу того, цены раздуты, не раздуты. И, ну, знаете, как бы спрос рождает предложение. Пока на спрос, спрос на Сочи довольно-таки большой, то ждать понижения цен даже нет смысла. Как бы все пытаются себя приравнивать, себя к тому, что там, не знаю, там, у меня там зарплата такая-такая-такая-такая-такая, как вы там покупаете. Ну, ребят, бывает такое. Знаете, когда я жил в Орске, и в Орске, и в Орске, и в Орске там зарабатывал 100 тысяч рублей в месяц, да, я считал, блин, ну, 100 тысяч, это какая-то очень крутая зарплата. Ну, для Орска это была очень. Я всегда говорил, для Орска зарплата, это шикарная 100 тысяч и тому подобное. Когда там кто-то мне там не говорил, там, из других городов, что там это не зарплата и так далее. Но, когда, знаете, когда я покупал путевку, например, да, например, взять вот ту же самую путевку в Турцию, например, что я летел с города Орска, да, путевка стоила 100 тысяч, что, например, я летел бы с Москвы, путевка стоила 100 тысяч, что я полетел бы, например, там, с Оренбурга, что я полетел бы с Самары. Почему-то нет такой градации. О, раз ты с Орска, значит, у тебя путевка будет стоить дешевле. А раз ты москвич, значит, у тебя путевка будет стоить дороже. Такого нет. Поэтому, конечно же, и приходится выбирать себе то место, где ты мог бы себе там позволить что угодно. Даже, даже. Теперь, что касается в целом, да, по Сочи. Движение есть, запросы тоже есть. С Авито и Сианом никто бороться у нас не будет. От слова совсем. Но вопрос, почему, ответ очень прост. Потому что все эти объявления проплачиваются. И просто так проплачивать никто не будет, никто не хочет. И, конечно же, физлицо, оно, как таковое, обычно не вкидывает ни в какие свои деньги, а вкидывает как раз риелторы и так далее. И, конечно, мне прислали там забавный видеоролик. Не знаю, сейчас. Не, не буду. Ну, реально забавный видеоролик прислали по поводу того, что позвонили, спросили, вот там, почему там такая цена у вас такая. Говорит, а что говорить с теми риелторами, которые указывают правильную цену? Говорит, они банкроты. Вот примерно так. Люди все равно ведутся, и многие люди остаются благодарны за то, что, не знаю, ну, за то, что в свою очередь, не знаю, что у них внушают. Вот, я просто даже вот сейчас вот проезжаем, да, вот, например, я нажимаю недвижимость, да, вроде бы сейчас будем проезжать кудепсти, но колхоз колхозом, правильно? Мы берем, нажимаем квартиры, да, купить, купить, показать 24 тысячи объявлений. 24 тысячи объявлений, да. Ну, и, например, вот мы сейчас едем, да, и надо посмотреть. Тыкаем в любую попавшуюся. Ну, не узнаете, сколько скорых сегодня. Есть проблема, что у нас по обочине все едут, из этого у нас образуется такая пробка. Ну, что у нас теперь? Давайте попробуем посмотреть. Ну, даже вот 8 миллионов, да, 37 квадратный метр. Ну, примерно, да, она так столько и стоит. Не меньше. Слушай, такое ощущение, как будто на авито немножко, ну, навели порядок. Хотя нет. Просто, если вы смотрите, и все квартиры продаются по цене, например, 10 миллионов рублей, и тут какая-то квартира выходит нас по цене 6,5, это, наверное, не те дураки, которые по 9 продают, а, наверное, что-то с квартиры до 6,5. Что-то, да, не то. Ну, что там у нас в описании? В описании, свободная планировка. Что там у нас еще? Орлова Дарья. Ну-ка, давайте посмотрим, что там у нее еще. И все, да, у нее еще целый путь таких же объявлений. Ну, понятно, что замануха, частный риэлтор, который пытается под себя как-то что-то сделать. Ну, люди в это верят, люди ведутся. Ну, куда деваться, у нас все равно, у нас все же оптимисты. Я просто пытаюсь посмотреть, например, кто-то едет в пробке, скажет, ну, скажет, ну-ка, давайте-ка я посмотрю. Хотя вот сейчас смотрю, более-менее нормальные у нас цены, да? Ну, вот, например, да? Квартира 30 квадратных метров 11 800. Ну, так она и стоит, да, 11 800. Да, вот у нас 31 квадратных метров 12 миллионов. Двухкомнатная квартира в старом фонде 16 миллионов рублей за 50 квадратных метров. Так оно и есть. В принципе, не знаю-то, откуда вы берете цены там за 3 миллиона, за 5 миллионов. Ну, факт остается фактом. Есть золотое правило. Недвижимость нужно себе покупать всегда летом, а продавать осенью и зимой. Если, например, посмотрим всю недвижимость, которую я покупал, я всегда всю свою недвижимость покупал летом, а продавал ее всегда зимой. Потому что зимой и цены выше и так далее. Даже, помню, в «Звездном-22» продавал я квартиру своей дочери. И даже там, да, это у нас сейчас все обочинники, которые все говорят, мы же никому не мешаем. Серьезно, что ли? Вы же сейчас вклиниваетесь. Он у нас даже с трех рядов лезет, да? Видели? С трех рядов. С трех рядов все обочины у нас забиты. Вот так вот, с трех рядов. И обочинники обычно говорят, мы же не мешаем то, что едем по обочине. Мы же не мешаем, да? И у нас все лезут, и «Газели» лезут, все лезут. И даже у нас те же самые ребята, наверное, которые, ну, не знаем, вроде взрослые мужики. И, ну, действительно, как бы все, всю недвижимость я всегда рекомендую покупать летом. Но люди из-за своей безграмотности, говорю, когда они приезжают и остаются, ну, как бы дорого снимают, а июль-август – это самый дорогой у нас месяц для съема, самый дорогой месяц, они думают, что в июле-августе, значит, и цены на недвижимость высокие. Да? Что вам, как бы, думаете? Проедет? Нет, не проедет. Нет, не проедет. Спасибо. Но обочинников мы не пускаем. Да? Вот так вот, если посмотреть, вот эти вот все ребята. Нет, обочинников мы с вами не пускаем. И, ну, тоже мне это говорят, вот, вот, пишут мне в комментариях, что вот мы едем по обочине, мы никому не мешаем. Ну, серьезно, что ли? Вы же вклиниваетесь. Как понять, вы никому не мешаете? Вы мешаете. Вы воруете самое драгоценное. Вы воруете время, время людей, которые стоят, которые едут по правилам дорожного движения. Вот, у нас, если посмотреть, у нас, видите, вон, и все через обочину у нас лезут, и автобусы, и все, кому не лень. Ладно. Теперь, что касается по цене. Что выгодно покупать, что невыгодно покупать. Ну, смотрите, выгодно покупать, как бы это, с моей стороны, грубо бы не звучало, выгодно продавать готовое, сданное жилье. Потому что ремонты сейчас тоже подорожали. Если раньше, например, даже в немецком квартале делали ремонты 10 тысяч рублей с квадратным метром, 10-12, то сейчас минимум 30 тысяч. Соответственно, я вот тоже такси снимал, там, вот, одному из клиентов сделали квартиру в жилом комплексе кислород, в 18, точнее, 20 квадратных метров, она ему вышла там, а, нет, 22 квадратных метров с балкона, она вышла ему 2 миллиона 200. Соответственно, себестоимость квартиры, ну, у него привалил за 13 миллионов рублей. Ну, понятно, что, когда человек будет стоять между выбором, например, я недавно снимал квартиру в «Острове мечты» за 14 миллионов рублей, да, 33 квадратных метра, и будет стоять между выбором, купить кислород 22 квадратных метров, любой здравомышленный человек, ну, которого, хотя нет, какой здравомышленный? У нас же покупают, у нас китайцев очень дорого покупают, значит, наверное, все-таки не все так гладко, не все так хорошо, да, наверное, все-таки есть определенные моменты, да, наверное, что-то бывает не так с людьми, когда они берут и все равно с всего самого хорошего берут и покупают себе непонятно ничего. Да, кстати, вчера тоже вез людей, они там жаловались, что у них там перебои с электричеством, перебои с водой, и я их вез, получается, на Светлану. Только если кто-то подумал, что это жилой комплекс Москва, нет. Рядышком с жилым комплексом Москва есть красивый с виду дом, красивый, но почему-то там все работает через одно место. Почему так получается, никому не понятно, правильно? Правильно. А мы знаем, почему. Теперь, что касается по районам, да, опять же, как нужно выбирать квартиру? Надо выбирать квартиру прежде всего из-за того, где вы будете работать, где ваши детишки будут ходить в школу и так далее. Мне тоже не было комментариев, вот, Максим, почему вот на Ютубе я не могу найти отзывы про школу и так далее. Ну, потому что давать отзыв про школу, это самое неблагодарное дело. Почему? Потому что, по большому счету, все родители, они боятся сказать правду. Они боятся сказать правду, когда там вмогают деньги и так далее. Потому что понимают, что им еще как минимум учиться 5 лет, кому-то 6 лет, кому-то там 8 лет учиться. И все. И все предпочитают лучше, ну, схавать, да, лучше не ругаться и так далее. Лучше не озвучивать правду. Поэтому в этом отношении я, как бы, скажу так, правды не найти. Но если вам хочется понять, школа хорошая или плохая, есть официальный реестр, да, это там есть данные, например, детишки там участвуют в Олимпиадах, какие места занимают, соответственно, результаты ЕГЭ и так далее. То можно посмотреть, например, тех самых топ-5 школ. Самое интересное, что Адлер это тоже Сочи, Догомыс это Сочи. И, например, там, не знаю, там, Емоцест это Сочи и Лазаревская это Сочи. Но если мы с вами посмотрим, то в топ-5 у нас почему-то 4 сочинские школы и одна школа с Догомыс, да, это 76-я гимназия. Ни одной школы с Адлера в этих топ-5 почему-то нет. Почему, ну, не знаю, непонятно, почему. Может быть, в Адлере, на Лайте живут и так далее. Опять же, какой район лучше, какой хуже. Ну, вот смотрите, когда ты общаешься с людьми, которые живут в Адлере всю жизнь, для них Адлер лучше. Те, кто люди, ну, живут в Сочи, для них в Сочи лучше. Даже вот вчера я вез людей, они приехали на ЖД вокзал, с Лооо, и вот поехали, ну, до разы до парка Ривера. Я говорю, ну что, как? Я говорю, с Адлера приехали или нет, с Лооо? Я говорю, ну, как? Ну, нормально, там море есть. Я говорю, ну, понятно, говорю. Ну, я говорю, наверное, весело отдыхать. Ну, вот. Я говорю, что? Ну, вот каждый день приходится на электричке, на такси ездить в Сочи, потому что там делать нечего. Ну, я говорю, ну, понятно. Я говорю, ну, как вы в следующий раз Лоо выберете? Ну, там, вроде жена подключилась. Ну, вот, там мы там сэкономили, там. Здесь стоило 6 тысяч квартиру снять, а там мы сняли за 4 тысячи. Я говорю, ну, вот вы сейчас на такси потратили 600 рублей на это, и получается то, что вы пытались сэкономить, да, вот как бы останавливаясь в Лоо, да, вы сэкономили 2 тысячи рублей, да, получается, на аренде. В итоге, как бы, ничего особо, никакие профиты не получили. И не проще было там где-нибудь за эти деньги снять квартиру в центре Сочи и везде пешком в пешедоступности везде выйти. Ну, да, да, да. Но не каждый понимает. Пока каждый через это не пройдет, он этого не понимает. То же самое я скажу по недвижимости. Вообще, человек, такое существо, например, вы приехали, например, остановились, например, в Заречном районе. Для вас Заречный район будет самый лучший. Вы, например, приехали, остановились за Вокзальным районем. Для вас Заречный район будет самый лучший. Если, например, вы там приехали, остановились где-нибудь в Адлере, да, вы найдете целую кучу плюсов того места, где вы сейчас находитесь. Понимаете? Целую кучу плюсов найдете. И по большому счету, в любом случае, даже если вы купили квартиру в Лоо, даже купили квартиру в Дагамыссе и так далее, это все равно будет в разы лучше того, где вы сейчас находитесь, в каком городе, в каком жилом комплексе и так далее. Потому что здесь природа, здесь менталитет другой, здесь люди приезжают на отдых, они приезжают на позитиве и так далее. Заметили, почему в Сочи не получается снять трэш-контент в такси? Потому что люди все позитивные. Например, посмотришь такси в Москве, в Санкт-Петербурге, в Саратове, в Волгограде, каждый день какие-нибудь разборки и так далее. Здесь люди, даже когда их провоцируешь, они все равно все на позитиве. Понимают прекрасно, что Сочи это тот город, в котором хочется жить, это мечта в конце концов для многих. Самое главное, что раз это мечта, мечта не может стоить дешево. И мечта всегда становится от вас все дальше, 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 дальше и дальше. С чем это связано? Связано это с тем, что любой нормальный человек, когда приезжает в Сочи, его равнодушие не оставляет. Потому что здесь, кто бы что ни говорил, но сделаны все условия, чтобы можно было и спортом заниматься. Здесь созданы все условия, чтобы можно было еще что-то делать. Чтобы можно было развиваться. Кто-то говорит, что обучение плохое. Но знаете, я считаю так, обучение плохое в каком плане? Плохому танцору как бы яйца мешает. Ну, есть такое выражение, да. И по большому счету, вот если, да, блин, два раза сказал, по большому счету, блин, надо фильтровать свою речь. Ну, что-нибудь башка болит, вот не знаю почему. Может, потому что погода поменялась, ну, бывает такое. Может, потому что в субботу, воскресенье, пятницу не отдыхал нифига, да. Может быть, уже хроническая такая утомляемость. Мы, если с вами посмотрим, то в Сочи, ну, слишком много позитивного. Я говорю, если посмотреть, вот я недавно тоже снимал, там, девочка, да, она там спокойно, там, отучилась в восьмой школе, поступила на бюджетное останове, там, медицинский, там, какой-то университет в Москве. И, действительно, это так. Также спортсмен там добивается больших результатов, потому что здесь ты не привязан к погоде, ты можешь заниматься круглый год, без разницы, там, велоспорт, там, или, там, не знаю, там, ты занимаешься, там, триатлоном, там, да, хоть и любым видом спорта, как бы здесь действительно очень такое круто получается. И, знаете, я вот раньше говорил, что город Сочи – это лучший город России, и я вам врал, я серьезно говорю, я вам врал. Человек, который много путешествует, я скажу так, я вам врал. Потому что город Сочи – это не лучший город России, а это лучший город в мире. Как бы второго такого города, где были бы чистые улицы, где было бы столько бы зелени, пальмы, моря, горы. Вот это все, это красота, которая вот, ну, это реально, как бы, не знаю, мне кажется, это дорого стоит. Потому что, ну, возьмем мы с вами, ну, что вот, с чем вы можете сравнить? Стамбул, да, ну, не знаю, наверное, как вы сами понимаете, самый грязный город, который есть, да. Если мы возьмем с вами, не знаю, там, то же самое Париж, да, вон, сколько человек обливались просто, там, искупались в реке, да, хотя ее чистили, столько миллиардов-то вложили долларов, а толку нет. Возьмем с вами, ну, какой еще вы хотите взять? Барселону. Да, Барселона классная, вот Барселону мне тяжело сравнить, потому что Барселона для тот самый город, который бы я бы рассмотрел, как альтернативу бы к Сочи. Но, опять же, будет проигрывать по многим параметрам, потому что вы в Барселоне, как бы, со своим русским языком и так далее, вы там нахрененько мне не нужны, понимаете? И вот уже получается опять лучше. Что ты скажешь? Да в Таиланде. Ну, а в Таиланде кем? Чем? Чем там заниматься? Что там делать? Эти самые, то же самое дожди есть, да, которые еще похуже, чем в Сочи, или еще что-то. Ну, что там еще делать? Вот что делать в Таиланде? Вот скажите, вот что там делать? Ну, он может пожить два месяца, может пожить три месяца, а потом просто-напросто, скорее всего, наверное, волком начнут выйти. Ну, потому что, ну, реально печально, депрессивно. Согласны со мной? Согласны. Поэтому город Сочи, это реально, как бы, самый чистый город в мире, самый позитивный город в мире. И самое интересное, что одно дело, когда этим городом восторгается, например, человек, как я приехал из города Орска, да, где население там 230 тысяч, да? Там есть четыре собаки, шесть кошек, там, не знаю. Другое дело, когда приезжает, например, с Волгограда, да, там, когда приезжает, например, там, не знаю, там, с Харихова-Зуева и так далее. И ты берешься этим городом, просто восторгаешься, просто у тебя пищишь от удовольствия. Это одно дело. А другое дело, когда, как бы, приезжают люди из Москвы, из Санкт-Петербурга, у меня много клиентов, которые приезжают из-за границы, которые определенное время прожили, например, в Италии, в Испании, там, еще. И они тоже берут просто, там, захлебывают, какой город классный и так далее. И, исходя из всего этого, да, исходя из всего этого анализа, ты понимаешь, что, наверное, либо все вокруг сошли с ума, что так восхваляет Сочи, либо еще что-нибудь. Я заметил, что обычно, знаете, как бы отрицательные отзывы, например, под обзором, например, того же самого автомобиля, там, или мотоцикла, или еще что-нибудь, пишут те люди, которые не могут себе позволить этот автомобиль купить, или не могут позволить себе купить этот мотоцикл, или не могут позволить поехать в тот или иной отель. и они обычно, у них прям негатив, 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 негатив. Почему? Потому что они, во-первых, даже ни разу в автомобиле не сидели, они там ни разу в том или ином отеле не были, и у них, соответственно, идет вот этот жесткий-жесткий негатив. То же самое про Сочи. Большинство людей я не видел, то есть ни одного человека, который, например, живя в Сочи, да, как бы сказал, блин, я хочу уехать в другой город. Потому что, знаете, в чем особенность города Сочи? Если ты хочешь уехать в другой город, ты уедешь в другой город. И в другом городе ты будешь жить, я имею в виду, по жилью, у тебя будет жилье, будет как бы точно не хуже. Потому что особенность города Сочи, что продавая жилье в Сочи, ты можешь себе позволить купить аналогичное жилье, аналогичный там, по-престивничный район, в любом другом городе, не только России, но и в любом другом городе в мире, да. Ну, смотрите, например, надумываю, например, я вот взять и там переехать куда-нибудь, да. Ну, квартира, к примеру, моя стоит, ну, пускай там даже, не 40, пускай будет 35 миллионов рублей, да, стоит, в которой я живу. Ну, 35 миллионов рублей, за 35 миллионов я могу купить хорошую, достойную квартиру. И в Санкт-Петербурге, да, если мы берем с вами площадь 8 квадратных метров, и в Москве могу купить, и в Стамбуле могу купить, и в Анталии могу себе купить, и в Барселоне я куплю не хуже себе квартиру, не хуже, понимаете. То же самое касается про дома и так далее. А вот, например, продавая квартиру в Ворске, например, да, там, ну, сколько там, например, 8 квадратных метров, в Ворске квартира стоит примерно, там, не знаю, там, 4,5, ну, может, максимум 5 миллионов. Ну, дороже, чем 5 миллионов рублей не стоит. Во-первых, там нет новостроек, там весь этот старый фонд. А во-вторых, там, ну, как бы все прекрасно понимают, что жить в городе Орске, там, не знаю, там, дышать этим говном, где город занимает первое место по количеству онкологии, по количеству этих заболеваний, там, подобных, раков, да, и просто-напросто работать там за 70 тысяч рублей на заводе, и больше ты никогда в жизни там не заработаешь в Орске, и все. Потому что если захочется зарабатывать больше, тебе надо будет пойти в другую какую-нибудь структуру, да, где от тебя что-то зависит. Потому что на заводе от тебя ничего не зависит. А ты должен идти туда, куда зависит, там, продаж, где-нибудь там, пойти, там, магазин, там, еще что-нибудь. Ну, ты понимаешь прекрасно, что если у тебя такие возможности, такой потенциал, смысл работать за 70 тысяч рублей, когда ты можешь работать там за 300 тысяч, к примеру, да. Вот как бы так. Поэтому есть определенные моменты. Я тоже там прочитал одного деятеля в комментариях. Вот, Максим, посмотри на своих коллег, вы там начинали с каким-то там в одном месте, да, и вот у него там 40 квартир, а у вас там ничего нет, кроме вашей там чмошной квартиры, и там подобные, там, у них компания, там, 40 человек. Это почему-то все у него на 40, 40 квартир, 40 человек и так далее. Ну, я скажу так, у меня брат работает в этой компании, да, он захотел что-то поменять, он работает, и там почему-то у них не 40 человек фигурирует, а фигурирует 12 человек. А те люди, которые там могут хоть какие-то сделки делать, их всего лишь 2 человека, все остальные, там, на подсосе у них ни одной сделки нету на протяжении 3 месяцев, понимаете? Если мы возьмем с вами квартиру, блин, ребят, я вот самое интересное, что я на каждую свою недвижимость, которую я приобретал в Сочи, да, я могу предоставить все документы. Потому что я покупал квартиру дочери, у меня все документы есть, покупал квартиру себе, у меня есть квартира, которую я подарил родителям, да, как бы я, у меня есть квартиру, которую подарил теща, просто подарил теща, да, у меня также есть там 3 участка есть, еще там есть, есть еще там похороненные деньги, там еще в нескольких проектах такое есть. Я не могу сказать, что у меня там 40 объектов недвижимости в Сочи, нет, у меня не 40, у меня если все вместе собрать, то, что я покупал, да, то, что у меня сейчас есть, это может быть будет объектов 8, не больше будет, 8 объектов, не больше. Ну, как бы объект, объекту рознь, ну, можно, не знаю, там, можно продать квартиру в Острове Мечты, там, да, за, пускай даже за 35, да, у меня есть человек, который готов забрать, но он сейчас меня смотрит, мы на прошлый день встречались, он говорит, давайте я вашу квартиру заберу, раз вам понравится жилой комплекс Москва, вы возьмете и купите жилой комплекс Москва. Но мне жена сказала, блин, не хочу я жить в жилом комплексе Москва, я все-таки хочу, ну, в Острове Мечты ей больше нравится, тем более, что она должна у нас детскую площадку сделать, классную, там, парковку, может, я сразу там еще две парковки куплю, ну, вот, как бы так, ну, не готова продавать. Потому что, понимаете, есть такой момент, когда ты, вроде, ну, как бы, идешь за более лучшим, да, а в итоге получается хуже. Как в свое время, когда я Audi Q8 взял, мне очень нравилась машина моя, Audi Q8, по всем параметрам, кроме размеров, слишком большая, я повелся и купил себе Porsche Cayenne, вроде Porsche Cayenne классом выше, всего выше, да, а в итоге получилось, у меня душа к нему не лежала, мне Porsche Cayenne, как бы, не дал тех эмоций, вообще ничего, как бы, вот, Audi давал эмоции, Porsche Cayenne не дал эмоций, понимаете? И сейчас приходится этот Porsche Cayenne продавать, потому что, и я сейчас бы стоял перед выбором, выбирал бы, например, между Audi, например, или Porsche Cayenne, или, например, BMW, например, то же самое, я бы купил бы себе опять Audi бы, ну, реально Audi, вот именно Q8 себе опять взял бы, а может даже Q7 взял, потому что сейчас уже, ну, приоритеты поменялись, там надо коляску возить, еще что-то, наверное, взял бы Q7 себе, Audi Q7, понимаете? Ну, не рассматривал бы себе ни Porsche, там, не рассматривал бы себе ни Mercedes, ни GLS, ничего, вот сейчас бы, наверное, купил бы себе Audi Q7, скорее всего, но есть момент, мне не хочется на большую машину передвигаться, вот таким пробком по всему, поэтому на этом остановился, и вот, понимаете, то же самое у меня было, когда я, например, после Nissan Qashqai купил RAV4, блин, Nissan Qashqai по многим параметрам был лучше, или когда я после Nissan Qashqai покупал Mazda CX-5, тоже было разочарование, понимаете? Хотя, кажется, если сравниваешь, Nissan Qashqai и Mazda CX-5, Mazda CX-5 кажется уровнем выше, согласны же? Например, Nissan Qashqai, например, или, например, RAV4, кажется, RAV4 был уровнем выше, например, Mazda CX-5, либо RAV4, но мне, например, если выбирает из этих двух зол, например, между Mazda CX-5 и RAV4, ну, скорее всего, я бы, ну, я бы взял бы Сигуан, я бы не стал больше брать такую шляпу, понимаете? И вот то же самое с жилыми комплексами, например, если, например, посмотреть, да, вроде жилой комплекс Москва, расположение вроде лучше, еще что-нибудь, но там есть и другие недостатки, которые меня немножко тоже раздражают. Какие из этих недостатков, вы сами прекрасно понимаете, есть момент такой, да, что, как бы, очень много туристов, которые у нас, знаете, есть такое понятие этика, у которого этика не придут, ну, когда, например, я с клиентами показывал жилой комплекс Москва, мы поднимались на 15 этаж, даже, ну, и, в общем, вот так, да, и чтобы так же не получилось, как с Audi, и вот с Porsche Cayenne, у меня даже вот жене Porsche Cayenne, ну, не нравится, ну, даже ей не нравится, даже она не захотела, чтобы я ее оставил, как бы, не знаю, ни одного человека, кому бы нравился Porsche Cayenne, ну, как бы, потому что, например, вот даже дочка говорит, вот Audi садился, как бы чувствовал, что Audi, блин, это Audi, хотя, по большому счету, вот сейчас бы, если вернуть время, я бы купил бы не Porsche Cayenne, я бы купил бы просто новую Audi, купил бы себе Q8, да, и все, да, потому что больше, чем 100 тысяч на машинах я не проезжаю, ну, принципиально, я считаю, что после 100 тысяч машина, машины все ломаются, вот, как бы, вот такая суровая правда жизни, и все, вот, и с жилым комплексом, да, то же самое, например, Москва, вроде бы нравится, да, есть там квартирка в 120 квадратных метров, которая мне нравится, но, опять же, она стоит 45 миллионов рублей, я понимаю, что надо еще добавить, еще там выйти в зону комфорта, а 45 миллионов рублей, блин, у меня уже есть интересные два дома, в предложении два дома, эти дома, которые, ну, я считаю, что, наверное, они будут в разы интереснее, эти дома, ну, в моем понимании, что они будут интереснее, потому что, как бы, и хотя бы там какая-то своя территория, что можно было там выйти, или еще что-нибудь, хотя эти дома, вот за 45 миллионов, у меня не идеал, Потому что я понимаю, что если я хочу себе дом, мне нужно, чтобы минимум было 6-7 соток, а не эти 3,5 сотки, вот эта порнуха, которая чаще всего у нас в Сочи продается в этом бюджете. Поэтому вопросов больше, чем ответов. И боюсь, что с домом получится примерно то же самое, что и получилось с машинами. Поэтому я сейчас и постараюсь в сентябре месяце все-таки снять дом на полгода, пожить в доме с женой. И если вдруг жене понравится в доме жить, и она скажет, что это мое, то, конечно же, поставлю цель и куплю себе дом. Тем более, благо, возможности для этого есть. Есть еще такой момент тоже. Я тоже смотрю, у меня сейчас очень много друзей, которые много чего добились в жизни. Ну, реально очень много чего добились в жизни. И когда ты с ними общаешься, у тебя сейчас ценности немножко меняются. Ты понимаешь, что всех денег в этой жизни не заработаешь. А если и заработаешь, то зачем? Если ты там не можешь посмотреть, как растет твой ребенок. Если ты не можешь с женой сходить в какой-нибудь ресторан. Если ты не можешь поехать отдыхать и так далее. Поэтому у меня сейчас, например, в моем возрасте немножко поменялись приоритеты. Я очень рад, что я сейчас могу балансировать. Я могу уделять время и, ну, в Сочи находясь, могу уделять время и родителям. Хотя, наверное, родителям уже давно надо поехать с папой на рыбалку съездить. Потому что, ну, давно уже с папой. Уже месяца два, наверное, два с половиной нигде не были. Ну, то же самое могу и с друзьями встретиться, и еще что-нибудь. Я вот сейчас нахожу такой баланс. И я понимаю, что да, вот раньше бы, наверное, я бы вместо того, чтобы там встретиться с отцом, пойти на рыбалку. Скорее всего, пошел бы лучше и заработал, постарался бы заработать еще деньги. Деньги, 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 еще деньги. А сейчас понимаю, что нет. То же самое, что раньше покупал там всякие дорогие машины или еще что-нибудь. Всем вокруг что-то там доказывал там или пытался доказать. Может быть, даже в первую очередь сам себе. А сейчас уже прекрасно понимаю, что я всем уже в этой жизни все доказал. И кому доказывать? Сам себе только. Да, для меня важно мнение моего отца. Для меня важно мнение моей жены. И поэтому уже, знаете, может быть, психолог так хорошо поработал. Ну, я рад, что у меня этот психолог выбила, а может быть, жена выбила, не знаю. Сейчас кого-то могу недооценить. Что смогли сделать именно то, чтобы ценности какие-то поменялись. Понимаете? Ценности поменялись. Я теперь понимаю, что такое кризис среднего возраста. Да, вот мне 43 года, понимаешь, что такое кризис среднего возраста. И тогда ты пытаешься наверстать то, чего ты не смог сделать, чего добиться вот тогда. И наверстать не в плане денег, не в плане, вот не подумайте. Я смотрю, например, даже в автошколе. Большинство в автошколе, вот на категорию, у нас люди были, которые уже там 40 лет, 45 лет, 50 лет и тому подобное. Ты смотришь людей, которые там больше путешествуют, больше еще что-нибудь. Ты смотришь, что, например, молодежь особо детей рожать не хочет. Я знаю очень много у меня в окружении людей, которые, например, на ребенка решились в 45 лет, в 50 лет. А есть, что даже в 55 лет. И все потому, что у них вроде дети есть, но почему они пришли к этому еще раз? Потому что, говорит, вспомнить это невозможно. Говорят, вроде у меня богатый, успешный. Но я не могу вспомнить, как бы дети выросли, ну, независимо от меня, потому что я постоянно там работал, считал, что мужик должен быть добытчиком, а все остальное должна там заниматься жена и так далее. По большому счету, как бы этого баланса не было, да, вот этот баланс, который вот должен быть. И вот я сейчас тоже стараюсь сохранить баланс и то, и все, и, конечно же, тяжело. А вот по поводу недвижимости, понимаете, вот кому-то, говорю, вот то же самое, что с машиной. Кому-то Toyota нравится, кому-то вот 4-ка нравится, потому что ее там дешево ремонтировать. Кому-то вот считают, что Hyundai корейский самый лучший, а кому-то микроавтобус нужен, чтобы там семью возить, и можно было бизнесом заниматься. То же самое с квартирами. Например, вот я сейчас живу, да, в квартире, 78 квадратных метров, у меня одна комната постоянно пустует. Я понимаю, что вот я живу 4 года, и она мне даром не нужна. Я думаю, что да, я жил в 50 квадратных метров в жилом комплексе Мелоделеса, мне хватало. Я понимаю, что у меня кардинальная жизнь, то, что я продал квартиру, к примеру, и приехал в квартиру, которая стоит в 3,5 раза дороже, я в 3,5 раза больше гулять не стал, в 3,5 раза счастливее не стал, в 3,5 раза ничего не поменялось, понимаете? И ты понимаешь, что то же самое, как с машиной, да, например. Вот я сейчас передвигаюсь, да, вот, например, на Тигуане, да, вот машина стоит ровно в 3 раза дешевле, например, чем Порше Каен. Если мы берем новый автомобиль, да, 2 новых автомобиля. Ну, когда я сажусь на Порше Каен, сказать, что я себя в 3 раза чувствую счастливее, в 3 раза чувствую себя безопаснее, в 3 раза чувствую себя более, там, не знаю, как, не могу сказать. А если этого нет, то смысл. То же самое, что с айфоном, да, вот этот айфон 12 и айфон 15. Блин, особой разницы не вижу, по большому счету. Да, не по камере прям особой разницы не вижу, ни в чем. И ты спрашиваешь, а зачем ты огнаться за всей этой ерундой? Зачем ты огнаться за всей этой непонятной дичью? В моем понимании это так. Поэтому все когда-то приходит к тебе с осмыслением, поэтому я не знаю со своей стороны. Ну, и опять же, да, с квартирами, да, вот там, вроде как хочется размер больше, да, мы с женой тоже разговаривали, хочется 120 квадратных метров. Она мне тоже говорит, у нас одна комната-то постоянно пустует, у нас одна комната-то постоянно пустует. Значит, зачем тебе еще брать еще, чтобы пустовали? Ну, проезжайте сейчас, проезжайте. Зачем тебе брать, чтобы они еще пустовали? Ну, зачем? И тоже понимаю прекрасно, думаю, ну, наверное, да, какая-то доля правды есть. Платить больше коммунального платежа. Конечно, амбиции, да, то же самое, что машину хочется побольше, побольше, побольше и так далее. А потом спрашиваешь, а зачем, если ты ездишь один? А зачем, да? Вот, и все, то же самое с квартирами. Ну, я скажу так, самое умное, что каждый из вас может сделать, нужно жить по, не знаю там, по вашим возможностям, по вашим. Если вы готовы, как бы, чем-то жертвовать этой жизнью, да, ради бога. Ладно, мы ко мне подъехали. Все, ребята, вам всем за хорошее состояние, всем добра, добрай, пока. Субтитры сделал DimaTorzok